Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Шевелева и я хомстейджер. Сегодня мы будем делать интересную квартиру стейджинг для посуточной аренды с нулевым бюджетом. Ну что, поехали! Более подробно о недвижимости. Это однокомнатная квартира и она уже работала в посуточной аренде. Здесь есть все необходимое и даже интерьерные фотографии. Но сегодня перед нами стоит другая задача. С помощью стейджинга и продающих интерьерных кадров мы поднимем стоимость недвижимости с 2000 рублей до 2500 рублей в сутки. Но у нас есть один нюанс. Бюджета на стейджинг нет. И мы будем работать с тем декором, который есть у клиента. Чехлы на подушке идут. Там у нас есть несколько ковриков, картинка. Лампа настольная мы ее будем использовать. Здесь тоже у нас коврики. Обратите внимание, у нас есть одна тумба справа. Она достаточно большая. А с левой стороны у нас очень узкий проход. Это неудобно для гостей. Поэтому мы будем точно двигать кровать и что-то подумаем с тумбой. Дальше мы будем обыгрывать эту зону, потому что у нас стоит задача поднять стоимость аренды. А значит нам нужно обыграть это место и показать его на фотографиях не только как туалетный столик, а еще как зона отдыха и релакса. Я очень рада, что здесь у нас находится телевизор. Он как раз напротив кровати. И это будет один из продающих кадров с этого ракурса у нас. Дальше мы хорошо поработаем вообще с этим помещением лоджия. Уберем все лишние вещи для фотографий. А также поработаем над зоной рабочего стола. Потому что наша целевая аудитория это люди, которые приезжают по работе и снимают эту квартиру. А значит это будет один из продающих кадров. Дальше мы поработаем над санузлом. А именно нам здесь нужно для фотографий показать, что у нас есть разовые принадлежности. А также мы покажем, что у нас есть полотенце, от кого эта квартира. И немного поставим декор для продающих красивых кадров. Это у нас коридор. Уже приехал пуф и я его поставила. Нам обязательно нужно в коридоре показывать на фотографии и вообще ставить место, где человек может присесть, разуться и поставить обувь. А сейчас я чуть подробнее расскажу о каждой зоне, которую мы делали. Кстати, вот мой треногу я еще не убрала. Давайте смотреть, что у нас получилось. Мы правильно презентовали кровать. Положили три ряда подушек. Сверху покрывала мы положили плед. Это нужно для того, чтобы на фотографиях сама кровать выглядела более нарядной и более богатой. Кроме того, мы подвигали кровать и поменяли прикроватную тумбу с более громоздкой на легкий пуф. И обязательно сделали фотографии крупных планов этих элементов. Они хорошо работают в посуточной ряде. Мы поработали над зоной туалетного столика. А именно мы поставили декор, положили на пол коврик. Именно в таком направлении поставили кресло, как бы приглашая человека уже сейчас сесть и посидеть. И сделали, конечно, продающие кадры. Мы хорошо поработали над зоной лоджии. А именно мы перенесли стеллаж, который стоял ранее на кухне, именно на лоджию. Он прекрасно становится в этот угол. Сзади корировали его. И тем самым освободили дополнительное место на кухне. Далее мы презентовали рабочий стол. А именно поставили лампу, ноутбук, немного декора и сделали продающие кадры. Далее мы поработали над зоной кухни. И первое, что мы сделали, мы, конечно, поменяли текстиль. Занавески с черно-белых на однотонный белый тюль, чтобы добавить больше света и воздуха в это пространство. И, конечно, сделать продающие кадры. А также мы презентовали обеденный стол, поставив на него декор. Далее в ванну мы добавили немного декора. Показали на фотографиях, что у нас есть разовые принадлежности, полотенце и от кого эта квартира. Кроме всех кадров полноценных с помещением, мы сделали отдельные кадры с некоторыми детальными. Потому что именно одни являются вкусными, но они больше всего обращают внимание. А наша задача в объявлении именно привлечь внимание нашего клиента, чтобы он побольше начал изучать, а потом бронировать. В результате квартира после стейджинга сдается за 2,5 тысячи в сутки вне сезона. В сезон планируется поднятие цены. А если и вы, как и я, смотрите на недвижимость иначе, и хотите, чтобы ваш бизнес приносил вам доход, я буду рада вам помочь.